Я занималась рисованием с самого детства и, естественно, стала постарше и что-то делала для себя, как все девчонки там бусики собирали, там еще что-то, всякие интересные вещи. Ну, так как с архитектурой у меня длительного романа не получилось, тяжело для меня работать в проектном институте или еще что-то, поэтому сначала был дизайн интерьеров, несколько лет я этим занималась, естественно, и свой интерьер. На нем все пробовала, как ложится декупаж, как обрабатывать дерево, чтобы оно заиграло всеми красками, как украшать старую мебель подручными средствами. А потом постепенно пришли к тому, что не только для себя это все делать, для людей. Поэтому путем долгих раздумий остановились на женских аксессуарах. Это сумки, кошельки. Сначала были, правда, украшения всякие разные. Сейчас украшения тоже делаем, но крайне редко и большей частью на заказ. Поэтому вот наш ассортимент – это сумки, клатчи, кошельки. Это вот основное. И, естественно, главная фишка – это то, что все шьем сами, весь ассортимент, и в то же время мы его украшаем не так, как все. То есть это ручная роспись, ручной принт собственного изобретения, доработанный тоже ручной росписью, красками. И вот второй год с подачи моей подруги, которая делает панно красивое из наших старинных тушкизов, вышитых нашими бабушками. Особенно остатки этих, так скажем, роскошных старых изделий. Ну, невозможно их выкинуть. Она делает панно, а я вот из этих вот маленьких обрезочков, сохраненных кусочков, мы делаем сумки и кошельки тоже из натурального войлока, кошельки обязательно вот с тушкизами прошлого века. И когда вот смотришь на это, там где-то немножко полиняло, где-то немного разошлась вышивка, и все равно видишь вот человека за этим всем. Человека, может быть, которого уже нет с нами, но память о нем вот живет вот в этих изделиях потрясающих, которые вышиты каждый стежок, вот ручная работа, потом кровью. То есть вот получается, что женщина сутками обслуживала свою семью, работала на огороде, а вечерами, ночами садилась и вышивала, чтобы привести, привнести красоту в свою жизнь. Это потрясающе, и очень греет, и очень тепло от этих вышивок. Субтитры сделал DimaTorzok Для меня самая тяжелая часть моей работы, например, это то, что сшить. Это да, это такой кропотливый труд, рутина, это надо шить. Вернее, сначала раскроить, собрать. Все это, чтобы идеально выработанные выкройки, которые не один день были отточены. А вот когда дело доходит уже до росписи, ну, тут уже какая рутина. Тут, конечно, дорфин, радость. Я люблю очень рисовать, так же, как и моя дочь, которая вот второй год как присоединилась к моей работе, теперь у нас это семейное дело, потому что она психолог, у нее и своей работы много, но она находит, она как многорукая шива, индийское божество. У нее на все время не хватает. У нас разделение. То есть вот я рисую по коже, а дочь моя шьет шопперы и рисует по ткани. Так что вот у нас... И ходит на ярмарки. Я не хожу практически, очень редко. Конечно, очень хорошо помогают ярмарки многочисленные. Раньше с этим было очень у нас тяжело. Одна-два ярмарки, может быть, в год. Сейчас, слава богу, это все наладилось. И многие организаторы делают очень хорошие ярмарки. И хорошим датам, правильная реклама. Естественно, когда мы там участвуем, то реклама и на ФБ, и там действительно работает. И люди идут уже просто на имя. Естественно, страница на ФБ. Она очень хорошо работает. Ей уже 4 года, поэтому у нас очень большой объем подписчиков. И каждый день они прибавляются. Естественно, в общем, людям нравится то, что мы делаем. Наверное, потому что с душой. Потому что нравится нам это. И это чувствуется, может быть. Те работы, которые мы изготавливаем каждый день, потому что кроме заказов, заказов, мы делаем то, что хотим. Выбираем рисунки, которые нам нравятся. Это может быть и из интернета какая-то идея, и из головы какая-то идея, и может быть где-то в журналах, в книгах. Даже вот в картинку, взятую с интернета или из книги, ты все равно приносишь свое «я», свое видение, свой цвет. Ты изменил линию не просто так, а потому что тебе так хотелось. Ты чувствуешь, что именно так должно быть. Еще у меня есть целый ряд сумок, которые я не меняю совершенно. То есть это работы каких-то художников, особенно наших киргизских художников. Это вот методом принта ручного, который я разработала, и дорисовка сверху красками. Просят, например, видели уже на сайте или где-то сумку с каким-то рисунком, а она уже продана, то, конечно, да, мы повторим. Но желательно, конечно, этого не делать, особенно когда человек живет в Бишкеке тоже. Если он уезжает туда без проблем, ну, чтобы уж, если ты покупаешь эксклюзивную вещь ручной работы, чтобы ты не пришел в ЦУМ, а навстречу идет девушка с такой же сумкой, с таким же рисунком. У нас сначала начались заказы, когда мы только начали работать с Казахстана. Очень много было с Казахстана. Потом постепенно уже география начала расширяться. Германия, Австралия. Россия-то, само собой, была Польша, Чехия была один раз, и Бельгия, Турция постоянно. У нас были уже несколько экземпляров. Экземпляров мы закупали джинсовые куртки и безрукавки, и расписывали их. Пошло хорошо, поэтому мы решили к весне продолжить это дело. И, скорее всего, это будет конец апреля, начало марта, когда у нас будет небольшая коллекция, порция, так скажем, скорее всего, джинсовых курток и безрукавок, которые будут расписаны и Александра, и мной. Рисунки на наших сумках в основном, в подавляющем большинстве, держатся очень долго, потому что, во-первых, специальные краски, вернее, сначала мы подготавливаем поверхность сумки, обрабатываем специальным раствором, который повышает сцепку краски и эко-кожи. Кроме того, технология нанесения краски на эко-кожу очень сильно отличается от нанесения на ткань. Если на ткани можно делать несколько слоев, и она будет хорошо держаться, и долго держаться, то здесь, чем больше слоев на эко-кожу накладываешь, тем быстрее рисунок может повредиться, лопнуть того, что их... Поэтому минимальное количество слоев краски и поверху закрепляется специальным лаком, который тоже разработала я. Их можно мыть тканевым, можно стирать вручную стирку, так что без проблем. У меня вот две девочки буквально с разницей в две недели написали, вот можно ли сделать реставрацию. Девочки, ну почему же вы ходите с такими рисунками? Конечно, можно, давно бы уже написали, пришли бы. Да, мы делаем и такую реставрацию, и стоит это совсем недорого. Тканевые сумки мы делаем исключительно, закупаем только натуральные ткани, стараемся вот лен, или хэбэ такой очень плотная, или даже брезент такой, не очень жесткий. Он немного там добавляется шерсть, и на него очень хорошо ложится краска. А вот эко-кожа, так называемая, по-нашему это кожзам, который мы берем на заказ, привозят нам крайне редко из Турции и из Китая. Ее уже нужно чувствовать, на которую краска ляжет, а есть вот такое качество, ты хоть что делай, краска слезет буквально через неделю. И такие опыты были у меня, слава богу, это были сумки не на заказ, а вот сразу на продажу, и они буквально, ну и это, конечно, накладно. Это закупается много сразу, и ты потом понимаешь, что на этой сумке ты на такой эко-кожи дорисовать не сможешь. Субтитры сделал DimaTorzok